Штанах восхитительных! Единственное, что его удержало, так это жена. Так, значит, она его развернула. Мы опять не встретились. Ну, ничего, ничего. Мы уже который раз не встречаемся с ним. Ничего. Самое главное, что я передаю тебе от него горячий, пламенный, любвеобильный привет. И ты можешь просто, знаешь, так вот сразу представлять все комплименты, которые он в твой адрес, так сказать, посылает. Спасибо, я тоже передаю привет. Ему. Пламенный. И поцелуй. О, все. Мне кажется, Влад сейчас прям растаял от горящего крымского солнца. Конечно же, от поцелуя Татьяны Котовой. Слушай, ну вот год назад состоялась наша встреча. Я знаю, что потом ты тоже приходила, приходила. Ну, мы-то с тобой виделись год назад. Да, да, да. Я помню, тогда много событий было в твоей жизни. Новый альбом, там, сотрудничество с Барских. А вот сейчас, сейчас, чем ты живешь? Что ты принесла нам такого сногсшибательного? Ой, у меня такая новость. У меня такая новость потрясающая. Сейчас, в этот, не в этот день, в этот месяц, запустили песню, называется она «Давай со мной». Эта песня зашла на все, разошлась во все сборники зумба. То есть вот где танцуют зумба, вот в фитнес-центрах, где-то на каких-то мероприятиях, везде звучишь ты. Везде, да. Где именно танцуют зумбу, где преподают, все инструктора. Сейчас снимают вообще по всей стране, по всему миру. По всему миру, не побоюсь этого слова сказать, потому что для меня это такая прям огромная, приятная новость, которой я горжусь. Запустили флешмоб, все танцуют именно под мою песню. По всему миру люди, которые даже не понимают, о чем речь. И впервые в жизни в зумб-пространстве, да, зумба — это такое направление танцевальное. Можно сказать, знаешь, вот как аэробика раньше была, только это еще лучше. Ну, зумба — это веселая аэробика, это легкие движения, которые помогают сохранить свою фигуру. Даже я знаю это, представляешь? Слушай, а правда, что ты единственная русская исполнительница, которая когда-либо попадала впервые в этот сборник? Вот, я как раз хотела сказать, что это впервые в жизни за всю историю зумбы, впервые я, ну я, мы... Твоя команда. Да, наша русская песня попала в сборник, который распространялся по всему миру. А у меня, знаешь, к тебе какой вопрос? А вот ты ее просто записала, так сказать, для себя, ее услышали и включили в сборник. Либо ты изначально вышла на какое-то сотрудничество, и если это было сотрудничество, то как оно начиналось? Мы, конечно же, хотели попасть, познакомиться с зумбопространством, зумбонаправлением. Ну как познакомиться? Ну это круто, потому что латинская музыка в том настроении, в том стиле, в котором я работаю, это как раз-таки, ну, никуда не ушли мы вправо, влево, назад, вперед. Это как раз-таки именно то, с чем я работаю на сцене, те песни, которые я пою. И мы подумали вместе с моим хореографом Катюшей, которая мне предложила, говорит, слушай, а почему у нас нет песни с направлением зумба? Я говорю, а правда, а давай-ка сделаем? Мы попросили ребят, Тамерлан и Алена, ну, вы, наверное, знаете же, да? Ну да, конечно, конечно, да. Они написали песню, посвященную именно как раз-таки направлению танцевальному зумба. И, ну, вот каждое слово, оно просто вот прям конкретно идет вот никогда, ни вразрез, ни с чем. И песня получила вот такой отклик. Все инструктора, все люди, которые слушают, поют, танцуют эту песню сейчас, все благодарят и гордятся. Вот я читаю вот эти все отзывы, комментарии сейчас. Для меня такое огромное счастье это все читать, слышать о том, что мы гордимся, такое ощущение, как будто в чемпионате мира победили. Слушай, ну, а об отзывах о том, как зашла эта песня, мы будем сегодня говорить и говорить, я хотела тебе просто сказать, как здорово, что ты нашла вот это направление, латинские ритмы, как оно тебе подошло, как ты в нем органично смотришься. И, насколько я знаю, одна из твоих первых песен, нами любимых, это композиция «Адьёс». Вот, знаете, вот такие мы странные люди, мы вроде как здороваемся, а песня у нас «Адьёс». С утра, доброе утро, «Адьёс». Давайте послушаем и посмотрим. Татьяна Котова на телерадиоканале «Страна.ФМ». Я напоминаю, друзья, что если у вас есть вопросы или просто комплименты, вот Кутузова нет, делайте комплименты, Татьяне. 8-909-928-1-89-9. Приглашаем вас к общению. Ватсап, вайбер, смс-сообщение. Мне не нужны твои оправдания, и забери свой букет. Ты удален из списка желаний, я говорю тебе «нет». Какого же черта ты уцепился за краешек юбки моей? Поздно метаться, ты оступился, удачи тебе не валий. Поздно метаться, ты оступился, удачи тебе не валий. Адьёс, любимый, печально вышло. Не прыгай с крыши, я ухожу. Адьёс, любимый, прощай, мой бывший. Свой новый адрес я не скажу. Хватит истерик над рукой берег, волны меня несут. Больше тебе никогда не поверю, твои глаза нагло брут. Имя моё, телефон сообщений, просто сотри и забудь. Грац и мучачу за приключений, ну и держись как-нибудь. Грац и мучачу за приключений, ну и держись как-нибудь. Адьёс, любимый, печально вышло. Не прыгай с крыши, я ухожу. Адьёс, любимый, прощай, мой бывший. Свой новый адрес я не скажу. Свой новый адрес я не скажу. Не прыгай с крыши, я ухожу. Адьёс, любимый, прощай, мой бывший. Свой новый адрес я не скажу. Телерадиоканал Страна ФМ вновь приветствует вас. У нас в гостях сегодня Татьяна Котова. Потрясающая, вот она улыбается, она ведёт свой инстаграм, всё время с ним не расстаёшься, да? То есть ты прям такой активный блогер. Нет, я не активный, но приходится быть активной. Ну слушай, меня знаешь, что поразило? Я же слежу за тобой в соцсетях, и всё время ты там выкладываешь какие-то свои тренировки. Это так здорово, мы поговорим ещё про танцы и про тренировки. Привет всем. Привет всем. Мы в прямом эфире, между прочим, да. Вот скажи, как-то внезапно на твоей последней фотографии скопилось огромное количество хейтеров. С чем это связано? Там же, ну красота, там же вот просто радует глаз, понимаешь, всё. Что происходит? Несчастливые женщины пришли в твою инстаграм? На самом деле, вот как раз-таки про хейтеров я бы хотела поговорить. Давай, пожалуйста. А давай их обсудим. А давай. А наконец-то мы их обсудим. Прописочим их сейчас. Да, дело в том, что вот всегда, ещё со времён, когда людей в ссылки ссылали, отправляли, были вот различные люди, да, такие, которые любили доносить, любили делать, ну, говорить негативные вещи для того, чтобы человеку, ну, приносить мне пользу. И этих людей никто никогда не наказывал. Им такая вот задача в жизни, если им что-то не нравится или ещё что-то, они готовы всегда были писать. Сталину, помнишь, да, вот эти вот времена, когда Сталину говорили? Слушай, а вот говорили же, да, 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 говорили же, что когда ему говорят, вот вы создали такой режим, он говорит, ну, режим-то, допустим, я создал, да, ладонос, это кто писал, да, поэтому вот о том речь. Вот, это те люди, они не ушли никуда. То есть остались потомки этих людей. И вот сейчас эти люди пишут, и эти люди называются хейтерами, да, то есть это, ну, если посмотреть то время и это время. В общем, хейтеры, если вы нас слышите, мы знаем, кто вы. И ну вас. Ну и вас. В общем, ну и пишут, ну и ладно. Кто-то как-то самовыражается, да, таким образом. Слушай, ну, мне кажется, это вообще такие всё-таки люди, энергетические вампиры, да, то есть он написал гадость. Вот сидит, допустим, девушка, которой не следит своей фигуры, она ест там булку 20-ю. Я вот тоже ем булку, девчонки, но я просто гадости не пишу. Вот. И ей хочется как-то самореализоваться. Она раз увидела тебя красивой в купальнике, и прям раз гадость написала, ей хорошо. Прям так с этой булкой. Да, и хорошо, кстати, становятся. Вот таким людям им хорошо, они выговорились. А вот в реальной жизни, помимо Инстаграма, помимо соцсети, встречаешь ты каких-то таких людей, которые под маской добра, я же тебе пользу хочу сделать, пытаются как-то выкачать из тебя энергию, гадость какую-то сказать. Ой, ну, наверное, такие люди присутствуют вообще в жизни, но я как-то, наверное, научилась абстрагироваться, ну, или вообще убирать из своего окружения таких людей. То есть просто без объяснения причин человек отходит? Нет, я просто как бы не общаюсь с ними, и всё. Но мне и так хватает, наверное, в моей работе, как я работаю, везде много всяких людей встречаю. И, ну, нет смысла даже наполнять свою жизнь бесполезными людьми, которые тебе не приносят энергию, а, ну, как питаются... Ну, разрушают, конечно, да. Так что вот, дорогие люди, всё, вы знаете, можете писать, можете не писать, огромное количество подписчиков, огромное количество лайков и правильных комментариев тоже есть. Кстати, вы и нам можете написать 8909-928-189-9, но нам пишите что-нибудь хорошее, пожалуйста. Так вот, по поводу твоего Инстаграма. Я всё... это знак почёта, да? Читаю, что делать, что нужно делать, наклеить. А ты поучаствуй, ты поучаствуй, я тебе расскажу. До 14 августа пришлите нам фотографию, получите призы. А ты знаешь, вот пока нас с тобой не было... А куда клеить надо? Можно на свой транспорт? А, верно, на лоб надо пловно. Можно на лоб, можно. Вот кто ходит на своих двоих, тот клеит на лоб. Единственное, что изменилось с тех пор, как вот наклеечку мы эту выпускали, до 31 августа продлена у нас акция. Значит, человек приезжает к нашим партнёрам, берёт наклеечку, наклеивает её на свой транспорт. Это может быть самокат, велосипед, это может быть даже скейтборд. И участвует в конкурсе «Знак почёта». Надо главное креативную и смешную фотку сделать. Один человек выигрывает. Нет, там огромное количество призов. Там у нас и смартфоны, там у нас и курсы экстремального вождения, и путёвка в Грецию, в общем, полно всего. Я теперь хочу к курсу экстремального вождения. Ты знаешь что, ты возьми вот себе большую наклейку, тебе нужна большая наклейка на лоб. Ну, главное, не на лобовое стекло, чтобы тебе видно было, что ты там. Вернусь к твоему инстаграму. А значит так. Получаю несравненное удовольствие, наблюдая за твоими тренировками. То есть мне как будто мне создаётся впечатление, что ты день и ночь танцуешь, прям танцуешь, 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 танцуешь. Танцешь и бегаешь ещё. Ну, вот насчёт бегаешь, я, видимо, как-то у меня проскальзывает, а я лайкаю то, что танцует, и оно мне всё время выползает. Спасибо. Ты мне скажи, а ты как давно связана с танцами? Ты с детства танцуешь? С детства танцую, да. Ну, у нас как-то вот в посёлке, где я родилась, Ростовская область, посёлок Шолховский, у нас, можно сказать, не было вот таких кружков, направлений танцевальных. И всё, чему я научилась, это училась там аэробики, восточным танцем, танец с животом. Это всё сама училась, по видеокассетам, которые я, естественно, записывала, да, всё, что по телевизору показывали. На то время даже не было никаких самоучителей, там, учителей, никто этим не занимался. И когда я переехала в Ростов-на-Дону, я даже уже стала потом преподавать восточные танцы. И вот эта музыка, Регетон, да, это, ну, и в восточной культуре, и в турецкой, в этой, во всей, и в латинской музыке, везде Регетон. Поэтому он у меня с детства. Слушай, ну, а ты не хочешь, кстати, что-нибудь в таком, в турецком стиле записать такой прям? Да, он не думает. Не думает, что это? Хотя у меня, знаешь, вот есть различные такие песни, которые я уже выпускала. Есть «Танцуй» у меня песни. Она микс R&B и восточного, восточного направления музыки. Слушай, а вот по поводу Ростов, там же вот все, ну, как бы, это все рейперы. В Юг России, да. Ну, подожди, а ты рэпчик не хочешь записать? Хочу. Хочешь? Скоро запишу. Подожди, значит, мы вернемся к этому, поговорим об этом подробнее. Сейчас прервемся буквально на несколько мгновений. Телерадиоканал «Страна.ФМ» Татьяна Котова у нас в гостях. Будьте с нами. И мы продолжаем наш эфир. Татьяна Котова у нас в гостях. Слушайте, сейчас что-то вообще страшное будет происходить. Ну, страшно прекрасное. Страшно красивое, да. Страшно красивое. Значит, сейчас мы немножечко пообщаемся. А потом будет у нас премьера песни. Скромно главное. Страшно красивое. Ну, слушай, а что тебя скромничать? Вот как бы вот все по тебе видно. Что тебя скромничать? Ты же красотка, понимаешь? И очень талантливая девушка. Так вот, я немножечко так проанонсирую, что у нас будет происходить. Для тех, кто слушает нас в формате радиоэфира, у нас будет происходить премьера песни «Давай со мной». Та самая песня, которая сейчас на всех сборниках «Зумбы», под которую сейчас все флешмобят, не побоюсь этого слова. По всему миру. Да. Ну, а для тех, у кого телерадиоканал «Страна.фм» подключил, кстати, можно зайти на сайт «Страна.фм», там идет прямое вещание, будет небольшой, вернее, большой сюрприз. Да, мы будем. Мы будем танцевать. Мы тоже будем участвовать во флешмобе. Значит, так, как это будет происходить? Таня Котова будет танцевать красиво, а я буду танцевать как умею. А я буду танцевать некрасиво. Слушай, ну, честно говоря, вот красотой, красотой, грацией движения, она мне как-то вот подхрамывает. Не, ну, каждый человек по-своему самовыражается, да, кто-то что. А ты вот считаешь, что вообще любого человека можно научить? Конечно. Знаешь, у меня было такое... В детстве у нас была девочка одна, она вместе со мной участвовала в различных конкурсах красоты, помогала мне тоже. И она всегда была не пластичная. Прошло 15 лет со школы, я смотрю, она участвует в таких танцевальных просто проектах, которые, ну, я никогда не думала, что она так умеет танцевать. То есть даже пластичность развивается, хотя вот казалось бы, это вот как порожденное. Пластичность именно, ритмика, все можно, всему можно научиться, если очень хотеть. Ох, как я волнуюсь, но ничего. Слушай, давай еще раз пробежимся вот по этой самой песне. Значит, ее тебе написали, это Мерлан и Алена. Да, 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 да. Почему ты обратилась именно к ним? То есть они же тоже так вот, ну, не сказать, что в латинском стиле работают. Не, мы давно хотели поработать, чтобы придумать какой-то трек, который будет... Не знаю, как это так получилось, я поняла, что именно они это сделают. И самое интересное, что это не последняя наша работа, потому что следующая песня, которую мы будем вместе выпускать, она тоже потрясающая и, может быть, даже лучше, чем этот трек. Тоже в стиле латино? Да, конечно, это мое, ну, как бы я другого уже не хочу. Подожди, ты тут недавно говорила, что ты рэпчик планируешь писать. Это что за рэпчик? Мы тоже как бы в стиле латино-рэп можем спеть. А можешь, я не знаю, какое-то четверостишье начитать сейчас? Или вот как вот? А, кстати, в этой же песне сейчас, которую мы будем танцевать, «Давай со мной», там есть немножечко рэпа. То есть ты уже так готовишься, да? Ну что, я так понимаю, что не нужно уже оттягивать неизбежное. Дорогие друзья, прямо сейчас у вас в ваших приемниках премьера песни. Называется она «Давай со мной» Татьяна Котова. Ну, а в ваших телевизорах, мало того, что премьера песни, а прям лайф, живьё, мы будем танцевать латинские танцы. Поехали! Поехали! Эти города и страны мы заполним этим танцем, жарким, как в огне. Поднимайся с дивана, достань руки с карманов, кто сказал, что для танцев нам поздно или рано. Повышай настроенье, в этом наше спасенье, Повторяем за мной все. А-е-а-е-а-е 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 свое дыхание. Слушай, ну у меня лучше всего вот это движение получилось. Эй! Вот это движение у меня получилось, все остальное не получилось совершенно, особенно когда надо было там красиво прогибаться. Я вот вам хочу секрет рассказать. Таня, она, значит, очень уверена, она педагог, и она говорила, можно всех всему научить. А в процессе, пока мы с ней плясали, она говорит, ты вот действительно не любишь танцевать. Да, потому что, когда человек не любит это делать, да, он как бы не будет танцевать. Слушай, нет, ну я как бы люблю, но... Ну не под эту песню. Нет, ну не в понедельник с утра. Не в понедельник с утра, да, у нас же сейчас понедельник. А мне кажется, наоборот. А, лучше надо вообще этот, как он называется, внизу, когда танцуют. Брейк? Брейк-данс, да. Нижний брейк. Я тоже не умею. Но мне кажется, это было бы смешнее. Да в следующий раз мы попробуем. Ты когда придешь к нам считать, значит, рэпчик... Нет, в следующий раз я приду, мы будем танцевать на столе. На столе. Предупреди меня, я подготовлюсь. Как это, знаешь, человек-паук такие, тут еще запрыгнули. А я отсюда туда, в сальто. Оттуда, да, вообще, ну как, обычно. Вот мы рейтинги-то сделаем. Главное, чтобы шею не сломали. Шея очень нужное дело. Слушай, ну вот по поводу того, как ты владеешь своим телом, своей фигурой, я знаю, что очень много ты уделяешь времени именно своему здоровью, здоровому питанию. И недавно ты писала по поводу воды. Ты действительно каждый час заводишь будильник и пьешь воду? Нет, я писала о том, что нужно, ну, какие бывают лайфхаки, что нужно и как можно контролировать себя, чтобы пополнять именно водный баланс. Я не завожу будильник, и это я предлагаю некоторым людям, кто не может себя научить именно так, да? У кого организм не просит. Пока еще, да. А то, что я выпиваю, например, у меня есть бутылка воды, которую я обязательно должна за целый день выпить. Я, кстати, даже больше пью, чем два литра воды. Потому что, ну, без воды никак, даже вот кожа меняется, вот все по-другому, если ты не пьешь воду. Я считаю, что обязательно нужны какие-то там программы, все для того, чтобы не забывать... Программы, ты имеешь в виду детокс? Программы нету, программы в телефоне есть, различные программы, которые тебе напоминают, с напоминаниями, что нужно выпить воду. Слушай, ну вот так вот, не называя название программ, какими ты пользуешься программами? Допустим, программы, которые напоминают, что нужно пить воду. Что еще? Может быть, у тебя есть какой-то личный тренер, знаешь, что там такой... У меня есть часы, сегодня у меня другие часы, а так вообще есть часы, ну, Apple Watch, и каждый день я вижу, сколько я прошла, сколько у меня километров, сколько я потратила калорий. И когда я бегу, например, на тренировки или на танцах, то я точно специально проверяю, какая должна быть, ну, какая у меня активность за сегодняшний день. И так получается, что когда ты танцуешь, активность в разы сокращает именно калории, которые ты потребляешь. Шашландос, шашландос. Вот Татьяна Котова, девушка очень воспитанная, не до конца знакома с творчеством группы «Хлеб». И правильно, я считаю, потому что некоторые песни там даже не 18+, а 21+, а вот про шашландос очень душевно. Слушай, ты недавно, ведь, ну как, относительно недавно посетила концерт «Бейонсе». Да, да, да. Как она? Ой, ну, это человек, это не человек. Это машина, это просто невероятно. Ты смотришь на человека, который и поет, и танцует, и просто, ну, божественно поет. Слушай, ну, я вот видела запись, когда на каком-то концерте много лет назад у нее волосы в пропельнере запутались, а она даже не дрогнула. То есть она вот так вот схватила рукой, допела, потом ей что-то выстригли, она не остановилась. То есть этот человек, я бы завизжала и убежала бы в кусты, если бы не заживала волосы. Да нет, мне кажется, ну, мы когда на сцене, ты забываешь вообще о любой боли даже, если там болит спина, рука, голова, ты ничего этого не чувствуешь. И у тебя есть одна только задача, когда видишь перед собой люди, которые стоят, поют твои песни, которые от тебя ждут шоу. Ты просто, ну, все неважно. Слушай, ну у тебя-то шоу-программа тоже потрясающе. Расскажи нам немножко, так сказать, проанонсируй для тех, кто еще не был на твоем концерте, чтобы им обязательно захотелось на него попасть. Да, потому что, спасибо, у нас, у меня, я не только одна на сцене работаю, у меня есть замечательные красивые девушки, с которыми мы делаем постановки, у нас хореограф, работаем мы каждый день практически над постановками, над идеями. И это шоу-программа, когда мы танцуем, веселимся, зажигаем, на сцене, на концерте, когда происходит это шоу, да, такое должно всегда возникать ощущение праздника. Я считаю, что когда артист выступает, он должен создать всегда ощущение праздника. Мне, например, даже как-то неудобно петь о какой-то неразделенной любви, потому что я считаю, что если артист на сцене, то он должен радовать народ, веселить, зажигать, впечатлять. А по другим песням о неразделенной любви можно просто посмотреть, посидеть дома, послушать музыку. Ну, слушай, ну, ведь, допустим, если у тебя накопится достаточное количество песен неразделенной любви, хотя зачем они тебе нужны? Ты счастливая, молодая, красивая, талантливая девушка. Ты можешь их как-то в формате квартирника давать. Ты, кстати, в акустике выступаешь иногда? Вот сейчас мы работаем над этим, да. Мне очень хотелось бы попробовать расширить немножечко границы, поработать именно с живым бэндом, именно музыканты, гитаристы, каханисты, барабанщики, они же. Слушай, ну ты, так подви немножко микрофончик сюда. Ты такой человек-моторчик, то есть ты всегда над чем-то работаешь. Я так понимаю, что у тебя сейчас идет работа над большим количеством песен, причем все песни в стиле латин, но разные совершенно. Где-то рэпчик, где-то дуэты. А новый альбом или... Чего ждать в самое ближайшее время от тебя? Что такого ты подаришь своим поклонникам? Ну, во-первых, сейчас выпустили «Давай со мной» песню, мы сейчас думаем насчет клипа, что очень хочется, конечно же, запечатлеть, возможно, это будет танцевальный клип. Далее, конечно же, я работаю уже над следующими песнями, над следующими идеями. У меня уже есть две-три песни, которые в проекте, в работе, которые будут уже запланированы на следующее время. Слушай, ну ты большая молодец, всегда очень приятно тебя видеть в нашей студии, всегда очень приятно с тобой общаться. У нас остается буквально 20 секунд, а что буквально ровно 20. Скажи что-нибудь своим поклонникам. Моим поклонникам я хочу передать огромный привет. Да? Почему бы и нет? Я люблю, я вас люблю, я безумно, безумно, потому что без поклонников нет артиста, потому что самая главная любовь — это зрители, это поклонников, которые нас окружают, которые верят, которые смотрят, любят и восхищаются. Танечка, золотые слова, мы тоже тебя очень сильно любим. И еще раз повторюсь, мы всегда рады тебя видеть здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ». Татьяна Котова была у нас в гостях. Ну и я, Валерия Майора, с вами прощаюсь до завтра, до 7 часов утра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok